На старт! Внимание! Марш! Пусть большую политику может начаться с небольшого старта. Студентка пятого курса Казанского медицинского университета Анна Макарова начала его во Всемирный день здоровья 7 апреля. Само собой отметила по-спортивному, присоединившись ко всероссийскому фестивалю «Будь здоров!». Масштабный фестиваль спорта мы делаем впервые, и поэтому, наверное, это можно назвать, так скажем, моим стартом в общественном здоровье и в здравоохранении в целом. Ну и сегодняшняя подача документов в политику тоже будет? Да, конечно, конечно. Это как-то будет символично приурочено. Это мероприятие для Анны можно считать первым агитационным. За полчаса до него руководитель регионального общественного движения «Волонтер-медики» подала документы на участие в процедуре предварительного голосования с прицелом на участие в выборах депутатов Госдумы России. В первую очередь хочется рассказать о нашей деятельности, которая была проведена за пять лет существования нашего движения в Республике Татарстан. Одной из основных проблем является очереди в поликлиниках, в амбулаториях. Было очень отрадно, что в полтора раза снизились очереди с появлением наших добровольческих организаций, добровольцев-медиков. Получить надежду может не всякий сюда входящий. Участвовать в праймере сможет исключительно гражданин России, не моложе 21 года, бессудимости, проблем с законом, счетов в банках за пределами России, гражданства и видов на жительство в других странах. И, конечно же, он не должен состоять в каких-либо политических партиях, кроме «Единой России». Беспартийным дорога здесь тоже открыта. В целом портрет практически не изменился. То есть, если вот брать усредненный показатель, это человек, как правило, мужчина, возраст где-то в пределах 45-46 лет, имеющий высшее образование, имеющий хороший бэкграунд за спиной с точки зрения профессиональной деятельности. Профессиональный политик федерального уровня Олег Морозов участвует в этой процедуре наравне со всеми, несмотря на то, что представляют нашу республику в Москве уже не первое десятилетие. Тема встреч подсказывает сама жизнь. Совершенно понятно, что главная тема – как мы будем выходить из нынешней очень непростой социально-экономической ситуации, связанной с постковидной вот этой историей экономической. Желание сменить уровень власти на федеральной есть и у руководителей местного уровня. О намерении баллотироваться в Госдуму заявили шесть глав районов республики. Аксубаевский Камиль Гельманов, Черемшанский Фердинанд Давлетшин, Мамадышский Анатолий Иванов, Вискогорский Рустам Калемулин, Новошишминский Вячеслав Козлов и Нижнекамский Айдар Медшин. Буду принимать законы такие, это вот как песни есть, восьми год чистый лист и напишите совесть, и после этого, значит, принимайте. Путь из Татарстана в высший законодательный орган России обычно проходит по центру, отправящей партии. Помех справа давно не наблюдается и в федеральном масштабе, левые повороты у нас тоже чаще всего закрыты. Как правые демократические, так и левые коммунистические партии в нашей республике сильными не назовешь. Хотя, если внимательно понаблюдать, то видно, что красный цвет сегодня весьма популярен, в том числе и среди молодежи. Есть повод задуматься. Это говорят студенты, живут весело от сессии до сессии. Политика же дело серьезное, и здесь руководствуется другим выражением. Выборы начинаются на следующий день после выборов. То есть, хочешь сдать хорошо экзамен, начинай готовиться к нему сразу после сдачи предыдущего. Праймерис, конечно, еще не экзамен, а лишь такая зачетная сессия, лишь допуск тому самому экзамену, который состоится в сентябре. Но от количества набранных здесь баллов будет зависеть итоговая аттестация. Несмотря на то, что праймерис — это внутрипартийное голосование, зачет или неуд кандидату может поставить любой человек, независим от партийной принадлежности. Правда, почувствовать, что такое выборы, могут только те, кто каким-нибудь образом ассоциирует себя с партией власти, состоит в ней или согласен с позицией. Тренировка для тех, у кого совсем нет шансов, называя вещи своими именами. Да, это опыт, проверка, это, скажем, завоевание политического капитала первоначального. Для опытных уже политических игроков это все-таки реальный бой за место, потому что я знаю, что есть конкуренция по некоторым округам, конкуренция за место в списке, она существует. Особенности общероссийского предварительного голосования — упор на виртуальное общение. Особенности татарстанского праймерис — живое общение. Методы политической борьбы, они изменятся. Нужно будет больше агитации, наверное, проводить в интернете. Но там же есть требование, что должно быть два ролика обязательно у кандидата, да? То есть это как раз направлено на то, чтобы борьбу перенести в интернет. Ну, сейчас такое время, никуда не денешься. Ну, наверное, только глядя в глаза и кандидату, и избирателю, да, можно установить контакт, во-первых, между людьми. А во-вторых, одно дело — картинка, и там можно наговорить, наобещать, все что угодно. И совсем другое, когда ты приходишь в аудиторию, где люди к тебе обращаются с конкретными, живыми, часто очень актуальными, иногда даже кричащими проблемами. До начала голосования в республике пройдут как минимум 36 встреч потенциальных кандидатов с избирателями. Можно больше при желании претендентов на думское кресло. В январе мы проводили социологические исследования, и что нас несколько удивило, почти 60% респондентов заявили, что они в большей степени доверяют очной форме голосования, нежели электронной. Первая встреча прошла в Елабуге 7 апреля, в тот самый Всемирный день здоровья. Это собрание, пожалуй, еще нельзя считать показательным. Это скорее только разогрев. Но вопросы уже накопились. В штатном расписании школ отсутствует ставка ученика логопеда. Надеюсь, что ответ на ваш вопрос будет положительный. Конечно, наших детей надо, больных детей, мы должны социализировать, учить и доводить их, чтобы все эти дефекты максимально выправлять. Планируете ли вы каким-либо образом или какие-то механизмы разработать для поддержки именно молодежи, молодежного воспринимательства и, в принципе, малого? Спасибо. Я предлагаю расширить перечень видов экономической деятельности самозанятых до полного перечня экономической деятельности, что позволит вначале предпринимателям активно выстроиться, встать на ноги, закрепиться и уже после этого переходить на другую форму налогообложения. И здесь каждый выбирает, как себя позиционировать перед потенциальным электоратом. Пришел на стройку в 17 лет и прошел весь путь от простого разнорабочего до директора строительной компании «СМИ-88». Я член команды президента нашей республики Рустама Магалевича Миниханова, команды соратников, любящих свою республику, свою землю, главной ценностью для которых являются люди. Предварительное голосование за кандидатов в кандидаты на места в Государственной Думе России начнется 24 мая. Сначала электронно на сайте, а прийти на участки лично можно будет 30 мая. Есть время подумать сейчас, чтобы в сентябре уже точно знать, по какому пути идти. Зуфар Давлечин, Андрей Мохов, 7 дней.